Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев и сегодня в нашем выпуске. Студенты двух колледжей республики сшили спальные мешки, толстовки и другие теплые вещи для участников СВО. Первую сотню изделий уже отправили. По следам прямой линии главы Карачаева, Черкесии, как решается вопрос жительницы Малокарачаевского района, которая обратилась к Рашиду Тимрезову. Уже стала доброй традицией. В очередной раз глава республики Рашид Тимрезов исполнил желание детишек, казавшихся в сложной жизненной ситуации. Отличники учебы, победители Олимпиады и спортивных соревнований, а также призеры и лауреаты различных конкурсов посетили сегодня елку главы. Карачаева, Черкесия активно помогает военнослужащим и мобилизованным из республики, участвующим в специальной военной операции на Украине. В рамках акции «Народный фронт. Все для победы» студенты двух колледжей Первомайского и Черкеска пошили несколько сотен спальных мешков, толстовок и других теплых вещей. Подробности у Мурата Джанкезова. Пошивом спальных мешков и одежды занимаются студенты профессиональных образовательных учреждений, обучающиеся по направлению технология легкой промышленности. Республиканское отделение «Народного фронта» помогло закупить специальные ткани и необходимую фурнитуру. Пошита уже партия спальных мешков, пошиты по технологии, по всем правилам. То есть они непромокаемые, теплые. Это такие посылки к Новому году, которым каждый солдат будет рад. А еще девчонки сделали красивые кармашки, в которые положили, вы видите, собственноручно написанные послания, поздравления с Новым годом, слова поддержки, такие теплые домашние весточки. Недавно Первомайский колледж из Малокарачаевского района привез сборный пункт гуманитарной помощи, сшитый учащимися партией теплых толстовок для мобилизованных. А в пошиве спальных мешков приняли участие одни из лучших студентов техникума республиканской столицы. И хотя они специализируются в основном на легкой одежде, здесь же им предстояла задача сшить предмет походного быта солдат в соответствии с технологиями заводов, на которых изготавливают такие вещи. Наши студенты, наши преподаватели вложили максимум своего душевного тепла, тепло своих рук в эти изделия для того, чтобы им было хоть как-то теплее в это суровое время на улице зима, чтобы они не замерзали. И хоть наше тепло, тепло наших сердец, наша поддержка, наша надежда на победу, чтобы как-то согревало их в эти тяжелые для них времена. Когда преподаватели нам сообщили, что мы можем хоть чем-то помочь нашим солдатам, поддержать их, отправить чуточку себя, чуточку тепла, мы очень обрадовались и, конечно, решили принять участие в нашей акции. Первая сотня изделий уже готова. В каждый мешок студенты положили конверты с пожеланиями на Новый год и скорейшего возвращения с победой. А еще учащиеся и педагоги колледжа заверили, что в случае необходимости готовы увеличить объемы производства. В ходе прямой линии 14 декабря к главе Карачаева Черкесии Рашиду Темрезову обратилась жительница Малокарачаевского района. Она жаловалась на недостроенное многоэтажное здание, строительство которого нарушает нормы по межеванию. Администрация Малокарачаевского района на основании распоряжения руководителя комиссии по муниципальному земельному контролю проведена внеплановая выездная проверка в связи с обращением жителей улицы Мирная, села Учкакен. После состоялась встреча главы администрации муниципального образования Рамазана Байрамукова с заявителями. В ходе выезда комиссия установила, что объект капитального строительства возведен без получения разрешительной документации. Также не соблюдены минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, выходящих на магистральные и главные улицы. В итоге было решено обратиться в судебные органы с заявлением о прекращении использования не по целевому назначению собственникам земельного участка, направить материалы проверки в управление Росреестра по Карачаево-Черкесии. Сотрудники госавтоинспекции Карачаево-Черкесии встретились с представителями республиканских СМИ. Основная тема брифинга – рост дорожно-транспортных происшествий в Карачаево-Черкесии. Руководитель отдела организационно-аналитической работы и пропаганды госавтоинспекции Олег Камов отметил, что по состоянию на 20 декабря на территории республики увеличено увеличение произошло по всем трем основным показателям аварийности по количеству ДТП погибших и травмированных. При этом республиканская госавтоинспекция с начала 2022 года пресекла более 530 тысяч правонарушений. Также на брифинге рассказали о видеофиксации нарушений. Когда транспортное средство проезжает через любой комплекс фото-видеофиксации на территории обслуживания территориального органа, через комплекс он проехал и сразу в дежурную часть сигнал происходит, что такая-то машина с подложным госноминами проехала такой-то комплекс и в каком направлении она едет. То есть автоматически системой? Автоматически все работает. И, соответственно, дежурная часть сразу передает ближайшему наряду ГИБДД и ГИБДД его останавливает и составляет материал. У нас выезд на полосу встречного движения основной показатель. Не предоставление преимущества в движении. Это выезд на перекрестки. Разворачивается у нас неправильно. Не предоставляет преимущества. В Черкесске сотрудники госавтоинспекции совместно с представителями таможни проверяли автомашины с иностранными регистрационными знаками. В ходе мероприятия сотрудники останавливали автомобили с иностранными номерами, а представители таможенной службы осуществляли проверку документов. Так, в рамках рейда проверено более 40 автомашин с указанными регистрационными знаками. Выявлено три факта нарушения таможенного законодательства Российской Федерации. 11 нарушений правила дорожного движения. Подобное мероприятие планируют проводить на опасноярной основе. Данные транспортные средства выявляются в общем потоке и проверяются по общим базам нахождения Российской Федерации. А также документы передаются сотрудникам Северокавказской таможни, которые уже проверяют ее по своим учетам. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами небольшие осадки, дождь и мокрый снег. Ветер южный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 2-7 в горах до 12 градусов мороза. А днем плюс 3-8 и местами минус 2-3. В Черкесии слабые осадки, дождь и мокрый снег. Ветер южный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 2-4, а днем 6-8 градусов тепла. 17 декабря Ярослав Забашный в Кисловодском цирке. Спешите! 5-8-5 золотой. Лучший момент сейчас. Сейчас скидка до 70%. Золотые серьги с бриллиантами и изумрудами. Всего от 10 680 рублей. Лучший момент сейчас. 5-8-5 золотой. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-9000. Оконный комбинат. Смарт-часы и наушники. Для Армиды набор украшений. Для девочек. Для Анны косметический набор. Для Руслана игрушечный аккордеон. А Дамьян и Борис получат смартфон. Еще один Руслан планшет. Благотворительная акция уже стала доброй традицией, к которой в этом году, как и всегда, присоединятся все члены администрации и правительства Карачаева Черкесии. Глава республики выразил надежду, что исполненные желания подали детям много радости и ярких впечатлений. Сегодня во Дворце культуры Черкеска состоялось новогоднее театрализованное представление для детей, мобилизованных участников специальной военной операции. В первой части праздника прошла развлекательная программа с хороводами у елки. Затем ребята увидели новогодний спектакль «Буратино». В конце все получили сладкие подарки. Юная Маляка была рада поучаствовать в таком красочном мероприятии, но самое большое желание – поскорее обнять папу. Хорошего настроения и много радости. Желаю крепкого здоровья и чтобы он вернулся поскорее. Также прошла традиционная елка главы республики для детей из социальных учреждений, многодетных и малоимущих семей. На праздники побывал Ахмат Халкечев. Самый ожидаемый, сказочный и волшебный праздник для детей – это, конечно же, Новый год. После того, как зажегся главный символ праздника, Дед Мороз со Снегурочкой пригласили ребят поучаствовать в увлекательных конкурсах и викторинах. Ну а далее устроили дискотеку под тренды ТикТока и дарили сладкие подарки. На елку главы в республиканскую столицу со всех городов и районов регионов пригласили детей из социальных учреждений, многодетных и малоимущих семей. У нас пятеро в семье. Пятеро детей. Сколько сестер у вас? Одна сестра, четыре мальчика, считай меня. Да. И еще мама ждет еще одного ребенка. Шестого. Мама хочет сестренку, я тоже хочу сестренку, потому что мальчиков уже много. От имени главы и правительства Республики юных виновников торжества поприветствовал и поздравил с наступающим Новым годом министра труда и социального развития Крачаева-Черкесии Руслан Шаков. Он пожелал им исполнения всех заветных желаний и чтобы детство у них было самое счастливое. Дети очень активно, живо участвовали, что говорит о том, что им было очень приятно и интересно принимать участие в данном торжестве. Нам это приятно. Мы считаем, что мы достигли своей цели, что для нас было принципиально важно и необходимо. Насыщенная программа праздника не ограничилась представлениями и играми вокруг елки. Ребят еще ожидала постановка от артистов Черкесского драматического театра по мотивам всеми любимой сказки «Золотой ключик». Сказочные персонажи в ярких красочных костюмах еще раз напомнили юным зрителям о приключениях Буратино. Ахмад Халкищев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева-Черкесия. Новогодняя елка главы Карачаева-Черкесии собрала сегодня отличников учебы, победителей предметных олимпиад и спортивных соревнований, а также призеров и лауреатов различных конкурсов в Доме культуры Черкеска. Зарядилась новогодним настроением от школьников Альбина Ламкова. В самом лице у нас уже был этот праздник. И президентская елка – это продолжение нашего праздника. И когда меня пригласили на это мероприятие, я очень обрадовалась, потому что сама очень сильно люблю атмосферу Нового года. Этот год для меня прошел очень быстро, но я считаю, что я достигла своей поставленной цели. И я полностью довольна собой. Я участвовала на олимпиадах, закончила второй полугодий «Отлично». Для Расситы елка главы региона стала настоящим подарком. Здесь весело и программа интересная, говорит она. Асланбек Томазов тоже от души провел время на новогодней елке и с пользой. Он участвовал на олимпиаде по информатике и занял первое место. Новый год для меня – это сидеть на кухне, кушать салаты, срывать бомбочки на улице, получать подарки от Деда Мороза. Очень приятно, что пригласили, пришел с моим другом. Очень было интересно, что здесь мы будем делать. Очень красивые статуи стоят, елка тоже очень красивая. Год особенный для нас. Мы отмечаем столетие со дня образования. И по линии системы образования за этот год у нас есть 100 достижений в системе образования. Эти достижения были возможны в поддержке главы Карачаева Черкесской Республики и, конечно, педагогического сообщества и наших дорогих и любимых родителей. Поэтому мы желаем нашим деткам здоровья, мирного неба над головой и новых успехов и достижений. Порядка 600 человек присутствовали на елке главы Республики. Для ребят подготовили разнообразную красочную программу с участием любимых сказочных героев Деда Мороза Снегурочки. Для детей были организованы конкурсы, викторины, показ спектакля, подготовлены новогодние сладкие подарки от главы Республики. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести, Корчаева, Черкесия. Это все Вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Дама с собачкой». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова